Доброго времени суток, уважаемые зрители! На связи корреспондент новостного агентства MSG24City. Сегодня у нас в гостях Ильдар Пусынов. Ильдар, поприветствуйте зрителей! Здравствуйте! Сегодня мы с Ильдаром хотели бы обсудить вопрос рекламы. Как уже многие знают, Ильдар является основателем оконной компании Vintana и рекламного агентства DAR Media Group. Итак, первый вопрос. Ильдар, скажите, пожалуйста, какими способами рекламы вы, в принципе, пользуетесь? На самом деле мы пользуемся всеми видами реклам. Это радио, это газета, листовки, визитки, баннера на улице, календарики, статейные материалы. В общем-то, мы используем вообще все виды реклам и ведем статистику по каждому из видов, стараемся отслеживать, по крайней мере, насколько это возможно. Даже у нас, например, вот покажу пример, последний такой у нас ноу-хау. Мы поставили динамик на улицу и тут на флешку записали все предыдущие ролики, радиоролики, которые у нас выпускались за пять лет, да? И сейчас у нас на улице в течение целого дня играет, так скажем, вся аудиореклама, которая накопилась и звучит теперь на улице. Вот. Тоже привлекает людей. Это замечательно, что вы используете буквально все способы рекламирования. Но как вы считаете, какой из способов является наиболее эффективным? Конечно же, мы считаем наиболее эффективный способ рекламы – это реклама в интернете. А почему именно реклама в интернете? На мой взгляд, если по-простому, да, слушаете радио – это просто слух. Если вы смотрите газету, это просто текст. В интернет-рекламе же это все есть, то есть там и слух, и текст, там и визуальные какие-то моменты, то есть как сейчас вот вы смотрите, например, видео, да, и, естественно, задействуется очень гораздо больше органов чувств. Такая реклама сильно отпечатывается у вас в подсознании, и она наиболее эффективная. А какие конкретно способы рекламы вы используете в интернете? В интернете мы используем все соцсети, от ведения странички до ведения самих групп. Яндекс.Директ – это когда вы видите в поисковой выдаче рекламу, да, когда запрос по поиску. Это RCA – это когда вы заходите, например, в погоду и видите там тоже рекламу вот эту. Очень, кстати, интересная реклама, мы недавно начали ей активно прям пользоваться, и она приносит большие результаты. Это сайт, естественно, продвижение сайта. Вот это основные такие виды реклам, которые мы используем. Ну и последний вопрос на сегодня. Скажите, стоит ли экономить на рекламе? Ну, если конкретно, как твой вопрос звучит, Тимур, экономить, то, конечно же, нет. Если у вас нет клиентов, и вы еще не даете рекламу, то у вас их будет еще меньше. Логично, так ведь? Многие соблуждения, что не нужно вообще рекламировать, обо мне и так все знают. Ну, во-первых, это большая неправда, так как очень много приезжих других людей, которые вообще просто о вас забывают, на уровне подсознания идут к вашим вообще конкурентам. Поэтому каждый раз нужно постоянно напоминать. Если мы говорим о правильном распределении средств, то, конечно, это другой уже вопрос. Здесь нужно садиться и смотреть, куда вы направите рекламный бюджет, на какой вид рекламы, большую часть. А также я хотел еще добавить. Когда человек хочет сам делать свою работу, есть такое понятие, когда кроме меня никто это не сделает лучше. Да и потом зачем мне платить кому-то, и я сам все смогу это сделать, тем более, как бы, казалось бы, элементарные вещи там, тем более в интернете, вроде все мы знаем, все сидим. И человек начинает сам делать себе интернет-рекламу. Вся проблема в том, что он каждый день это не сможет делать. Он не может использовать такие источники, как, например, интернет-рекламное агентство, такой, как у нас в Дармедиагруппе. Ну, на этом наше интервью подходит к концу. Я хочу объявить благодарность Ильдару за уделенное время, пожелать процветания его бизнесу и пожелать всего самого наилучшего. Я вас благодарю за интервью. А вам, дорогие зрители, желаю процветания в бизнесе и побольше клиентов. Всем пока-пока. И снова здравствуйте, друзья. В начале ролика я представился как корреспондент. Но не могу не добавить, что я также являюсь руководителем рекламного агентства Дармедиагрупп. В этом промежуточном ролике я вам расскажу, почему стоит обратиться именно в наше агентство. Во-первых, Дармедиагрупп – это команда обученных специалистов. Мы делаем свою работу быстро и эффективно, тем самым экономим ваше время и увеличиваем поток новых клиентов. Наши способы рекламы – это создание рекламы в Яндексе, RCA и поиск, а также в соцсетях. Таргетированная реклама и ведение страничек и групп наших клиентов. А также мы занимаемся созданием сайтов. И если ты хочешь увеличить продажи своего предприятия, то смело обращайся к нам. Контакты будут в описании. Всем привет, меня зовут Лилия. Я являюсь руководителем агентства недвижимости и ипотеки «Ваш дом». В Дармедиагрупп я сотрудничаю с открытием офиса. Они помогли мне с созданием сайта и дизайна. Благодаря Дармедиагрупп получилось дать больше информации об ипотечных продуктах, тем самым увеличить поток клиентов. Большое спасибо Ильдару и его команде за их работу. Всем рекомендуем. Здравствуйте, я Игуль Музафарова, салон красоты Лейла Бьюти. Я сотрудничаю с Дармедиагрупп на протяжении года. И через месяц после начала сотрудничества мои доходы увеличились на 100%. Я очень благодарна и довольна работой сотрудникам Дармедиагрупп. Здравствуйте, меня зовут Эльмира. Рекламу в интернете я заказываю в Дармедиагрупп уже более полугода. Клиенты идут. Мне нравится и клиентам нравится. Спасибо ребятам Дармедиа за отличную работу. Всем рекомендую. Наш комплекс Азимут работает с Дармедиа уже продолжительное время. Коллектив Дармедиа сделали мне сайт и помогают с рекламой в интернете. За две недели сотрудничества мои продажи выросли примерно где-то на 30%. И выражаю огромную благодарность коллективу Дармедиагрупп.